Всем привет! Сегодня я хочу немного похвастаться своим урожаем, а также рассказать, как его сохранить до весны, обезопасить от гнили и от грызунов. Поехали! Сейчас я нахожусь на капустной грядке. Здесь у меня растет примерно 300 кочанов капусты. И в первую очередь это позднеспелые сорта. Конечно же мой любимый сорт белорусская 85. Отличный сорт. Качанчики правда не сильно крупные, но очень плотные. Хранятся до самой весны. И самое замечательное, что вот этот сорт устойчив к бактериозам. Качанчики никогда не загнивают. Отлично растут и годятся как для длительного хранения, так и для квашения. И например, в отличие от всем известного сорта каменная голова, вот эти качаны очень подходят для квашения. Капуста получается хрустящей, сочной, ароматной. А если брать вот этот сорт каменная голова, то капусту невозможно есть. Она просто твердая. Сколько ее ни вари, ни туши, ни засаливай, все равно она твердая. Поэтому я отказался от этого сорта. Еще у меня есть сорт килотон. Качаны огроменные, 10-12 килограмм. Также использую их для квашения. Ну есть еще краснокочанная капустка. Сорт правда забыл как называется. Но она подходит для салатов. И кстати очень хорошо хранится до самой весны. И мне еще понравилось, что в этом году вот эту краснокочанную капусту не поражали никакие вредители. У нее очень плотные листья, такой восковой хороший налет. И гусеницы ее не ели, не трогали. Вообще ни одной дырочки на листьях нет. Ну в принципе и на этой капусте у меня вредителей практически никаких и не было. Есть такие небольшие поражения. Там гусеницы где-то что-то подгрызли. Но качаны целые, хорошие. Я ничем не обрабатывал в этом году. Просто при посадке в лунку добавлял немножко биопрепарата на основе бавири и метаризиума. В каждую луночку там по пару щепоток гранул и все. Капуста здоровая, без вредителей. Ну просто очень хороший урожай в этом году. К уборке капусты я еще приступать не буду. Ну конечно же, если не придут олени, не съедят всю мою капусту. Потому что вчера ночью приходилось выходить на поле, на огород и гонять стадо оленей. Сейчас у них гон, поэтому целыми стадами они заходят прямо на огороды и могут за ночь, если такое стадо штук 20 зайдет, съесть всю эту капусту. Вот поэтому, надеюсь, не съедят еще до поздней осени. И капусту я буду убирать примерно к середине октября, когда уже похолодает. Но пока что на поле. Значит, сразу же про хранение расскажу. Капусту я либо засаливаю целыми кочанами, либо ставлю квашеную, то есть рубленую. Но часть урожая я сохраняю в свежем виде. Обрываю все листья с кочана, его немножко просушиваю, чтобы влага испарилась с верхних листьев. Затем оборачиваю бумагой и заворачиваю в стрейч, в пленку. Все, и помещаю в погреб на хранение. И отлично лежат, хранятся до самой-самой весны. Огород у меня почти убран. Корнеплоды я недавно убрал, морковь и свеклу. Но на огороде у меня еще растет лук-порей. Порей, так же, как и капусту, я буду убирать в самые поздние сроки. Может быть, середина октября, а если погода позволит, то и в конце октября. А бывает даже убираю в ноябре. Пока земля не замерзла, лук можно убирать. И даже вот такие заморозки ночные, кратковременные, до минус 5 градусов, лук-порей нормально выдерживает. Сейчас осень, и он активно-активно растет. Утолщаются стебли, вот такие у него мощные листья. Ну и пока что я не трогаю, как я говорю, не убираю. Когда уже основной урожай поврастает, самые большие крупные луковицы, я буду подкапывать и уже использовать в пищу. Где-то может заморозить, но на хранение чуть-чуть попозже оставляю. Как я делаю? Вырываю луковицу, значит, мою, немножко просушиваю и заворачиваю в стрейч. Все, и отправляю в холодильник. Часть замораживаю, а часть еще, кстати, оставляю прямо в грядочке. Листья подрезаю немного, хорошо не кокучиваю землей, и потом только весной я выкапываю. Не замерзает он зимой, нормально сидит в грядке. А весной зато можно вырвать свеженький и готовить там какой-то салат, тушить картофель и так далее, и так далее. Кто еще не садит лук-порей, советую. Очень урожайная, вкусная культура. И посмотрите, вот какая грядочка. Весной высаживала я в начале мая рассадой. И вот такой вот хороший у меня урожай. На огороде у меня не убраны также и тыквы, потому что у нас очень теплая осень. Хотя уже вторая половина сентября, а у нас на улице плюс 23, плюс 25. Солнечная, сухая погода, и тыквы продолжают расти. Даже вот такие еще не совсем вызревшие плоды успеют вызреть до наступления первых заморозков. И их я буду убирать примерно через дней 10. Пока что они сидят на улице. Тыквы я высаживаю в огромные компостные кучи. И у меня, наверное, 4 вот такие кучи с тыквами. Примерно 100 плодов вот таких я соберу. Конечно же, такой урожай мне для пищи не нужен. Мне хватит десятка тыквочек. Остальные тыквы я просто отдам фермеру на корм поросятам, курам, гусям и так далее. Выберу себе самые хорошие, самые небольшие. И мне вполне хватит. Значит, как я их храню? Тыквы ни в коем случае нельзя хранить где-то в суром погребе. Они сразу же начинают загнивать. И как вы только поместили их на хранение, уже через месяц полностью сгниют. И тыквы, и кабачки нужно хранить в теплом и сухом помещении. В доме, либо городской квартире. В таких условиях они отлично хранятся, не гниют и может лежать до нового урожая. А некоторые сорта тыкв могут храниться 2 года. А это у меня грядочка с арбузами. Она немножко подзаросла травой, но это специально. Я не полю траву осенью в арбузах, потому что трава сохраняет тепло. Потому что сейчас ночи такие холодные довольно, мокро, роса. И трава, арбузы немножко защищают вот от этого ночного холода. Основной урожай я уже собрал. Арбузы мы начали есть примерно в начале августа. Первым созрел на удивление сорт бедуин. Вот, посмотрите, какие полосатенькие красивые арбузы. Вот эти еще дозревают. Хвостик не высох. Как только начинает усыхать хвостик, тогда арбузы уже созрели. Мы их срываем и съедаем. Арбузы не сильно крупные. Наверное, по килограммам 3. Самый большой был где-то 4 килограмма. Есть еще вот такие маленькие. Не знаю, дозреют или не дозреют до холодов. Но активно пока что растут. Также еще был сорт сахарный малыш. Но уже давно созрели. Все мы их съели. И чем понравился вот этот сорт бедуин полосатый? У него очень тоненькая кошечка. Тоненькая-тоненькая. И он ароматный, сладкий, но просто потрясающий. Даже в наших условиях, в Беларуси, где не всегда бывает так много солнца, он возревает и по вкусовым качествам не уступает южным арбузам. Поэтому, вот кто еще не садит, советую посадить такой замечательный сорт. А сейчас хочу показать свои яблочки. Смотрите, какие огромные плоды. Вот это яблоко, ну, примерно грамм 400 весит, а может и больше. Просто они огроменные. И вот это не одно яблоко на яблоне, а все такие плоды огромные. Сорт, ну, не помню честное слово, как он называется. Мне просто дали черенки, и я привил сенец яблони. И вот выросли такие огромные плоды. Каждый год вот это яблоня уже плодоносит, хотя молодая. В периодичность плодоношения не вступает. И яблоки зимние. Они хранятся до самой весны. По вкусу кислые, с легкой и чуть-чуть такие сладковатые уже под весну становятся. Но сорта не помню. Постараюсь, чтобы Юля Кондратенок ко мне приехала. Я думаю, она подскажет название сорта. Но урожай, конечно, класс. Эти яблоки я буду убирать примерно через две недели. Пока они еще висят на дереве, чтобы не начали падать. Храню их в погребе, в ящиках, обычных пластиковых ящиках. Закутываю каждое яблочко в газету, либо бумагу. И складываю в ящики, ставлю в погреб на хранение. Нормально хранятся, не загнивают. Все отлично. А это моя ремонтантная малина. Это сорт зюгана. Он сейчас в разгаре плодоношения. Посмотрите, какая урожайность. Какие крупные ягоды. Вот сколько ягод. И ягоды продолжают, продолжают зреть. И будут зреть до самых морозов. Мы уже собрали в этом году порядка 400 литров малины. И, конечно, по урожайности лидирует вот этот сорт зюгана. Это сорт швейцарской селекции. Ягода очень крупная, сладкая, ароматная. Сорт устойчив к различным болячкам. Хорошо держит нагрузку. И созревание у него в этом году очень раннее. У нас было очень жаркое лето. Поэтому уже, наверное, к середине августа, а то, может, и раньше, мы начали собирать вот этот сорт. И сейчас собираем и собираем. Каждые три дня мы собираем где-то по 50 литров вот такой зрелой ягоды. Вчера уборка урожая была. А завтра уже опять придется убирать. Море просто ягод. Ну, еще кроме зюганы у меня есть другие сорта. Еще шесть сортов. Но, чтобы про них рассказать, это требуется отдельный ролик. Потому что про малины могу говорить бесконечно. Сейчас немножко не про урожай. Хочу вам показать прививку, которую я делал весной. Прививал дикий сеянец черенком антоновки. И просто посмотрите, какой результат. Примерно полтора метра она дала прирост. Вот такие толстые, как палец, побеги. Листья огромные, лопушистые. Уже больше двух метров высотой. Просто ошеломительный эффект. Но я не видел, чтобы дерево так быстро росло. Плодовое. Но антоновка просто бьет все рекорды. Конечно, немножечко я не доглядел, не сформировал. Получилась острая развилка. Но ничего страшного. Я весной одного конкурента уберу. Вот. И потом это яблони начнут ветвиться и давать урожай. Вот это старинная антоновка, желтая. Если кто-то помнит, в дедушкиных садах, у бабушек в деревнях были огромные вот такие желтые антоновки. И вот я сам привил, и получилась такая яблуня. А это у меня виноградик. Посмотрите, какие красивые грозди. Сорт называется Минский розовый. Очень неприхотливый сорт. Может зимовать в условиях Минской области практически без укрытия. Единственное, что я сделаю, это снимаю его со шпалер на зиму и прикрываю немного еловыми лапками. И все, под таким легким укрытием, без проблем, он зимует. Сорт устойчив не только к холоду, но и к заболеваниям. Но нужно подобрать правильное место посадки. Вот виноград у меня растет на горке, на южном склоне. Здесь он получает максимально солнце. Хорошо продувается ветрами, поэтому никаких болячек, даже в отсутствии обработок нет. Но если посадить виноград в каком-то затененном месте, где нет хорошей вентиляции воздуха, циркуляции, то там, конечно, появятся различные болячки, придется его обрабатывать. А вот в таких оптимальных условиях он ничем не болеет. Сорт подходит для новичков, кто только начинает заниматься виноградарством. И, кстати, я летом делал ролик, рассказывал про виноград, как его посынкую, как обрабатываю, подкармливаю. И многие писали, ой, неправильно делаешь, не так ты там посынкуешь, перегружаешь куст урожаем. Ну, посмотрите, все нормально вызревает. Вот этот минский розовый такой сорт рабочая лошадка, он вытянет любой урожай, вытянет все. И тем более, вот вторая половина сентября, а лоза уже вызрела. Значит, куст успешно перезимует и в следующем году опять порадует урожаем. Основной урожай корнеплодов я храню в погребе. У меня там хранится картофель, морковь и свекла, ну, а также стоят различные соления. И вот, например, чтобы обезопасить морковь и свеклу от грызунов, морковь, ну, на свеклу не всегда находятся емкости, а морковь я стараюсь засыпать в большие металлические емкости. И туда засыпаю корнеплоды и пересыпаю песком. И грызуны вот в эти емкости проникнуть не могут. Вот. И есть небольшая хитрость, как обезопасить корнеплоды моркови от гнили, потому что очень часто корнеплоды вот эти портятся в процессе хранения. Я в песок добавляю немного триходермы. И триходерма в погребе, она живет даже зимой, потому что в погребе всегда положительные температуры. И даже при невысоких вот этих температурах триходерма действует. Она медленно подъедает вот эту гниль и не дает распространяться на другие корнеплоды, не дает заражать другие корнеплоды от загнившего. И морковочка отлично хранится. А затем вот этот песок весной остается от корнеплодов, его и не выбрасывают. Там уже есть триходерма. И его и высыпаю в компостную кучу. И получается, что я обезопасил корнеплоды, и в компостную кучу высыпал, и там развелась триходерма, начало перерабатывать быстрее компост. Что касается грызунов. Я стараюсь ставить для них ловушки. Ну, по моему мнению, из опыта я вот так и схожу, что лучше всего работают клеевые ловушки. Беру обычный кусочек картона, намазываю специальным клеем от грызунов, помещаю какую-то приманночку в центр, и все. Мы шучу запах, и прилипают намертво к этому клею. Быстро можно всех грызунов изловить. Будь то в погребе, в доме, где-то в хозяйственных помещениях. Поэтому гораздо лучше вот такой клей использовать, чем отравляющие яды. Несмотря на неблагоприятные условия в этом году, сухую весну, дожди летом, затем засуху в конце лета, какой-то и град, и ураганы, удалось вырастить очень хороший урожай. И все благодаря грамотной агротехнике и применению биопрепаратов. Поэтому всем также желаю хороших урожаев и в этом году, и в следующем. Спасибо за внимание и до новых встреч!